МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безумовный лидер уборочной кампании в регионе селета Решицкий район. Тут убрали уже 60% от плану. Намолочено больше, как 56 тысяч тонн сбожа. На экваторы Жнева, господарки Хойницкого и Мазырского районов. В среднем регионе с одного гектара селеты убирают 30 центнеров, что на 5 центнеров больше в минулом году. Открытое акционерное товариство Гомельдреу отримало дозвол маркировать свою новую продукцию знаком «ЦЕ». Это дае махчимость предприемству поставлять свои выробы на территорию краин-членов Евросоюза. Больше подробно об замежных перспективах гомельского вытворца расскажет Настасия Кучинская. Решицкий участок открытого акционерного товариства Гомельдреу – новая вытворчасть. И она працует только полторы годы. Тут выпускают два виды дровняноволокнистых плит – МДФ и ХДФ, а так сама ламинат для подлоги. Открытие вытворчасти дозволило створить 280 працонных мест. В ближайший час штат супрацонников будет пошираться. Гэты завод – один из самых значных инвест-проектов, реализованных у вытворчай сферы Гомельской области за опушние годы. По утворению предприемства уклали 170 миллионов евро. Тут усе самое лепшее. Вытворчая линия, специальная техника, система фильтрации выкидов от ведущих сусветных вытворцев. По мерковании специалистов уклада не повинны худко окупиться. Пахуй завод находится в процессе нарушивания могутностей. По месяцу мы можем делать 12 тысяч кубов плиты МДФ. На сегодняшний день мы работаем в районе 50-60% от проектной мощности. Если брать опыт и мировой, и европейский, и российский, то 2-3 года для становления коллектива надо это. Надея на завод МДФ. У Рэшицы у першую чаргу связаны с экспортом. Сюня свою продукцию предприемство продае у 13 краин. И это только подшаток лишить караунистого гомель-древа. Древня на волокнистые плиты и ламинат вельми запотребованные выробы во всем свете. А высокая якость рыжинской продукции дозволяя конкурировать с усветно ведомыми вытворцами. Продукция завода сегодня 80% – это экспорт, 20% – внутренний рынок. С января, когда мы начали работу, у нас уже были предконтрактные проработки сделаны. Многие клиенты, которые знали нас как мебельщиков, мы их приглашали. Они знали, кто производитель данного вида оборудования. И они уже были готовы к тому, чтобы с нами сотрудничать. Поэтому, как только плита начала выходить с конвейера, мы тут же начинали ее отгружать. И вот сейчас имеем уже такую географию. Литерально у этой месяце предприемство отримало дозвол маркировать свою продукцию знаком ЦЕ. Это дае максимум спрацовать с краинами, которые выходят в еврозону. Другие перспективные направления для завода – рынок злучных штатов Америки. Зараз гомельские вытворцы активно шукают там партнеров. Для наладживания совезей наша делегация побывала у США. И зараз на завод у Речесу для большепрадметной размовы приезжают бизнесмены со злучных штатов. По меркованию керавництва Гомель-Древа, процесс перамов и деста ноча. И по сталке ламинату гомельской вытворчасти у Америку – питание часу. Причин не дугага. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко. Отель радует компания «Гомель» из Реческого района. Завершилось влучшение кандидатур у склад участковых комиссий по выборах депутатов Палаты представников национального схода. У них, нагадаем, может у выходить от 5 до 19 человек. В уголе у склад участковых выборчих комиссий по Гомельской области вылучено 11 847 человек. 570 из них вылучено политичными партиями. Своих представников для работы у комиссиях делегировали Республиканская партия працы и справедливости, Коммунистичная партия Беларуси, Белорусская партия левых «Справедливый свет» и Объединенная громадянская партия. Выборчая комиссия, сгодно законодавству, будут сформированы до 27 липня. Нарошения об складе комиссии будут принимать на посаджениях райвыконкамов и администрации районов Гомеля. До инших тем в регионе протягивается проведение межведомостных экспертно-координационных советов по туризме. Комиссия поспела оценить работу в 14 районах в области. Сегодня черговая нарада отбылась у Гомельским гарвыконками. За круглым столом представники Управления спорта и туризма облвыконкам, керавництва Гомеля и головные экспортеры туристичных послуг. По оперативных даденных областному центру сегодня належит 30% в валовом объеме туристичного экспорта региона. Задача, которая стоит перед специалистами, знайти способ повеличить количество туристичных объектов и повысить якость послуг, а в вынику притягнуть еще больше туристов. Один из наибольших перспективных направок – агротуризм. По колькости горосодиба Украине лидирует Витебшина. Зараз стоит задача зарабить рывок и на Гомельшине. До того ж, это позволит частково вырошить питание и с працевладкованием. Тем более, что держава сегодня оказывает значную поддержку таким субъектам бизнесу. Принято решение активизовать информационную работу с населенством, рассказывать про первые эти справы и льготы, которые пропонует держава. Другие накерунки плановых мероприемств – повышение якости работы уже иснующихся дип, причем рабить гэта вырашена, объядновывающая намагание некольких предприемств, как пропоновать туристам у одны места целый комплекс розных послуг. Можно же не ограничиваться. Можно сегодня заниматься развитием агробизнеса и заниматься своей агроусадьбой, но в то же время строить его на событийности, на экстремальном туризме, на спортивном туризме, заниматься религиозным туризмом. То есть то, что на сегодняшний день интересно, прежде всего, туристу. Уступная кампания выходит на финишную промою. Уже завершенный прием документов на бюджет. При этом у двух в ИНУ Гомельшины застаются вакантные места. Добор на их почнется с завтрашнего дня и завершится 28 липеня. Так претендентов на опошнее бюджетное место чекают у Мазырским Державным Педагогичным Университете имя Ивана Шамякина и Гомельским Державным Университете имя Франциска Скарыны. У Мазырской ВНУ засталось 11 месяцев на дзенной форме навучания специальности математика-информатика и 8 месяцев на заводшенном отделении специальности профессийное навучание у голене машинобудования. У Гомельским Державным Университете имя Франциска Скарыны засталось одно свободное бюджетное место на заводшенную форму навучания по специальности лесная господарка. У остатних ВНУ в области все бюджетные места заполнены. И уже зараз прикладно вядомый середний конкурс по всех установах. Юн складая три человеки на место. Самой же популярной все лета стала специальность правознавства в Гомельским Державным Университете имя Франциска Скарыны. На дзенном отделении конкурс клау 20 человек на место. Тут же был зафиксованный самый великий проходный балл – 363. Нагадаем, что зараз проходит прием документов на навучание на умовах оплаты. Он протягнется до первого жнивня. Неполнолетние абитуриенты повинны подавать документы разом с батьками. Дарышу селета на один день повеличены термины за лечение на платной основе для грамадян Беларуси. С другого по четвертая жнивня. Это даст макшимость ВНУ больше якосно провести работу по заключении с абитуриентами договоров на навучание. Сегодня в Беларуси означается День пожарной службы. История этой структуры в нашем регионе наличивает амаль 120 годов. Зараз Гомельское областное управление по надзвучайных ситуациях является одним из самых буйных гарнизонов Украины. Як по колькости супрацовников, так и по оснащению техникой. Его коллективу сдольны выконовать увесь спектр аварийно-вартовальных работ. Гэта ликвидация пожаров, вартование потерпелых, разбор завалов, нейтрализация отрудных речево и шмат иншага. По снижении колькости надзвучайных ситуаций и гибели на их людей Гомельское подразделение сегодня займает другое место после Минска. Спасибо всем субъектам профилактики, органам власти за то, что помогаете нам в нашем нелегком деле. И хотелось бы сказать спасибо всем нашим работникам, наших органов и подразделениям по чрезвычайным ситуациям за их нелегкий труд. На нашей работе может быть человек только работать преданно своему делу. И я горжусь, что мне довелось возглавить и возглавлять наше областное управление и органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. С праздником вас! С на годы святкования Дня пожарной службы на площади Каля-Ледового палаца огнеборцы провели парад техники и показальные выступления нелепших супрацовников. Для жихаровой гостей Гомеля была организована насыщенная забавляльная программа. Все ожидающие смогли ознайомиться с техникой и амуницией, які знаходятся в арсенале областного управления МНС. Так само присутные убачили выступлений выратовальников-вышенников и узвода гоноровой варты Гомельского инженерного института МНС. Дети отрымали махчимость на некольких хвилин отшуться обе выратовальниками. Примерить специальную форму и посядить за штурвалом пожарной машины, альбо позмагаться с умовным пожаром. Областная держава-инспекция сегодня распоршала проведение акции «Зроби поездку безпечной». До конца тыдня инспекторы узмостнят контроль за правилами перевозки неполнолетних. Дмитрий Котов с подробязностями. Проведение специальной акции ДАИ выкликано ростом детячего травматизма на дорогах. За первое полгода больше за 20 неполнолетних отрымали пошкоджение и один загинул. Больше полового выпадка отбылась по причине грибования правилами перевозки детей. До конца тыдня инспекторы будут проводить специальные рейдовые мероприемства. Усе выявленные порушальники будут притягнуты до администрационной отказности. Ещё один накерунок профилактической работы ДАИ – открытие профильного межрайонного лагера на базе средней школы номер 21 города Гомеля. Мне здесь очень нравится, потому что много встреч, много новых друзей. Очень интересно. Нас много возят по разным конкурсам. Очень много интересного. Мы ходим на разные мероприятия, участвуем в ЮИДе, ездим в лицей, МЧС, мероприятия разные проводят. Организаторы обещают суммовать, ребятам не придется. На протягу 18 дней працы лагера их шакает шмать интересного. Разностайные викторинные конкурсы в первую чергу накераванные на отримание ведов по правилах дорожного руха. Что интересно, кроме инспекторов, научить у дельников лагера будут и те, кто им принимает удел неупершенню. Безопасность детей на дорогах – это не очень актуальная тема. Мы видим детей, которые могут перебегать улицу, не знают правил дорожного движения. Если взрослый человек им будет говорить нельзя, наверное, не всегда это дойдет до ребенка. А когда равный обучает равного, объясняет, как можно делать, что нельзя делать, это всегда более доходчиво. Инспекторы ДАИ проведут занятки по правильной езде на велосипеде и фигурным вадженни. Так сама ребят шакают экскурсии у лицей МНС и музеи областного центра. Дмитрий Котов, Михаил Рабко, телерадиокомпания, Гомель. С пякотой дожжи с навольницами прогнозуют синоптики у опошниты день липенья. Подаденных областного гидрометроцентра на завтра в регионе обвешаны оранжевые взрывы небеспеки. У нашей местами пройдут краткочасовые дожжи и навольницы. У день будет переважно без опадков. Температура поветра у нашей складе от 17 до 22 градусов тепла. У день от 27 до 32. У Сираду, у день макшимы дожжи и навольницы. Температура поветра в нашей складе до 20 градусов у день, до 33 градусов. Уча от сфера опадков не прогнозуется. Слубки термометров поднимутся до 21 градуса у ночи и до 33 у день. С пякота заховается и у пятницы. У особенных районах макшимы моцные дожжи. Узмацнение ветра порывами до 15-20 метров за секунду и град. И на выходных у регионе поветра прогресса до плюс 29. Месяцами макшимы краткочасовые дожжи и навольницы. И об спорте завершился первый круг чемпионата Беларуси по футболе у первой лизе. У 13-м туре Гомель у гостях нанес буйное поражение Ашмяна. 5-0. Светлогорский химик так само на выезде разошелся миром зоршой 1-1. Тим часом Гомель жил Дартранс на домашнем поле прымал футболиста у лиды. Гомельчане вышли на гульну якости фаворитов с устречой. И недавно подопечная Павла Кречина трымаются в топе турнирной таблицы. Тогда, как у лиды, справа идуть куды горш. 11-е место. И уже на 6-й хвилине матчу Гомель жил Дартранс доказал свою перевагу. Архипца ускористался помылкой галкипера гостей и открыл лик. Господары протягнули атаковать, однако оборона гостей трымалася надзейно. В первом тайме глядачи голову больше не увидели. Только на 70-й хвилине Шрейтер уреште с доли у подвои телик. Прозвезд 6-9 хвилин гости отквитали один мяч, но на этом и все. 2-1. Гомель жил Дартранс, перемогая и вертая с обе третера док турнирной таблицы. Хотелось поблагодарить ребят и за игру, и за победу. Трое достигнуто было в тяжелой борьбе. Хорошо, что реализовали два из многочисленных моментов, которые были, я думаю, держались в заслуженную победу. Лида всегда славилась бойцовским характером, несмотря ни на какие обстоятельства. И сегодня они тоже боролись до конца. Но нам повезло чуть-чуть больше, чем мы. В целом, я скажу так, строили игру от обороны, решили отдать инициативу сопернику, играть на контратаках. И соперник, можно сказать, контролировал больше мяч. Хотя, если так разобраться, у нас уже были моменты, я скажу, игра должна была быть ничейной, можно так сказать. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.civergomil.by На этом выпуске завершено. В студии работал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.